Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова На практике маскировка не особо важна, мы все равно решили выбрать расцветку, которая бы в выбранных условиях обладала хоть какими-то маскировочными свойствами. Черный и олива на фоне песка или кирпича выделяются сильнее всего, образуя темные пятна. Обычный сурпат в целом подходит, но все равно на наш вкус он темноват. Мультикам и сурпат Саванна подходят лучше всего, но так как мы и так постоянно в мультикаме для разнообразия, мы решили выбрать сурпат Саванна. Кстати, издалека, где пиксели уже не особо видны, сурпат несколько напоминает мультикам. В качестве основного оружия мы возьмем автоматический карабин средней длины, чтобы с одной стороны из него было удобно целиться на средних дистанциях, а с другой было удобно работать в здании. На полигонах городского типа обычно приходится стрелять куда больше, чем на лесных полигонах, поэтому нам понадобится значительный боезапас, и по личному опыту нужно иметь в быстром доступе минимум 6-8 магазинов, а лучше все 10. В зданиях довольно часто возникает ситуация, когда с пистолетом работать удобнее, чем с карабином, поэтому нам понадобится вторичка и пара-тройка пистолетных магазинов. Без гранат на полигонах со зданиями делать нечего, надо иметь с собой минимум 6 гранат и пару дымов, причем 2 гранаты и 1 дым должны быть обязательно в быстром доступе. Еще лучше, если вы можете достать гранату относительно бесшумно. Наличие связи это обязательный элемент для командной игры, так что обязательно берем рацию. Естественно, нам понадобится дополнительный пакет с шарами, лоудер и пара запасных аккумуляторов. Из инструмента с собой достаточно иметь мультитул, что-то более серьезное можно оставить в лагере. Как и на лесных полигонах, нужно всегда иметь под рукой карту, а еще лучше навигатор. На суточной игре не лишним будет взять с собой какой-нибудь минимальный перекус и воду. Также можно взять какую-нибудь минимальную аптечку. Перед тем, как выбирать снаряжение, на котором мы все это будем размещать, разберемся с комплектом одежды. На наш взгляд, наиболее удобным вариантом будет комплект из боевых штанов и кителя с защитой локтей и коленей. Из ассортимента корпуса выживания мы выбрали китель и штаны триарий. Из интересных особенностей штанов можно отметить боковые карманы, доступ к содержимому которых можно получить двумя способами. Или через стандартный клапан, или с помощью молнии. На коленях есть усиления, которые с одной стороны в достаточной степени защищают колено, а с другой не сковывают движений. Положение защиты регулируется с помощью двух прорезиненных вставок на велка. Над коленной зоной есть регулируемая плата с резинкой, которая позволяет оставаться колену на одном месте даже при сгибании колена. Так как резинка располагается под слоем ткани, она защищена от истирания. Благодаря такому решению, с одной стороны конструкция прочная, а с другой стороны не возникает никакого дискомфорта при движении в положении сидя. Еще одним бонусом штанов является дополнительная мягкая вставка в области пятой точки. На кителе также есть интегрированная защита локтей с регулировками. А еще лично мне понравилось, как организованы карманы на рукавах. Они достаточно объемные, закрываются на молнию, а еще у них в нужном месте срезан уголок. В кителях с прямоугольными карманами лично у меня постоянно за этот уголок цеплялся ремень. Вроде бы мелочь, а раздражало. Так как на полигонах городского типа часто бывает битое стекло или кирпичная крошка и много пиротехники, мы выбрали высокие перчатки с кевларом на тыльной части и кожей на внутренней поверхности. У парней в команде такие перчатки уже несколько лет, и они хорошо себя зарекомендовали. Для хоть какой-то защиты шеи и ушей мы выбрали эластичную потоотводящую балаклаву из ткани Polartex Power Stretch. Балаклава отлично тянется, благодаря чему хорошо сидит и не сползает при активном движении. Перейдем к снаряжению. Основной боезапас и вторичку, на наш взгляд, удобнее всего размещать на боевом поясе. В качестве основы мы выбрали боевой пояс Sherman с простыми лямками. Пояс, кстати, оказался очень удобным. Он имеет эргономичный крой, объемную сетку на внутренней поверхности и отлично садится по фигуре. В качестве гранатных подсумков я выбрал одинарные гранатные подсумки с бесшумной пряжкой. В эти подсумки легко помещаются гранаты и дымы формата RGS-4 или AFG-6. Так 67 тоже помещается, но с небольшим натягом. На подсумках стоит бесшумная застежка, которая, в отличие от велкоролепучек, не создает шума при извлечении гранаты. А еще мне очень понравилось, что горловина подсумка усилена стропой. Благодаря ей подсумок держит форму, и в него можно легко положить гранату одной рукой. Гранатные подсумки я расположил на передней части пояса для максимально быстрого доступа. Я долго думал, какие выбрать подсумки для магазинов. Дело в том, что в ассортименте корпуса выживания нет привычных мне двойных быстрых подсумков. Есть либо одинарные быстрые, либо двойные, но с закрытым клапаном. Одинарные подсумки, конечно, можно установить один на другой. Но в таком виде они будут занимать достаточно много места в ширину, и в них не так удобно при тактической перезарядке одной рукой обратно засовывать полупустой магазин. Так как надо еще отгибать в бок резинку. А без резинки есть риск потерять магазин. С другой стороны, чтобы достать магазин из подсумка с клапаном, нужно сначала открыть клапан. А это занимает некоторое время. Компромиссным вариантом был выбран все-таки подсумок с клапаном. В случае активных боевых действий, клапан можно просто заправить внутрь подсумка, или вообще отстегнуть. При этом за счет боковой резинки магазины держатся весьма неплохо, и скорее всего не будут потеряны. А еще клапан неплохо защищает магазины от грязи и пыли. Два закрытых подсумка под магазины я разместил с левой стороны пояса, один с правой. Также с правой стороны я разместил универсальную тканевую кобуру с подсумком под пистолетный магазин. Еще один подсумок под пистолетный магазин я разместил с левой стороны за автоматными магазинами. В качестве мешка для сброса я выбрал большой подсумок для сброса с клапаном. Фишка такого сброса заключается в том, что в случае необходимости его можно свернуть, чтобы он не мешался. Но в отличие от других похожих моделей такого складного сброса, тут в горловину вшит упругий трос, благодаря чему подсумок держит форму. А еще у этого подсумка есть специальный клапан, который защищает от выпадения магазинов, и попадание внутрь подсумка грязи. Для размещения запасных шаров в быстром доступе и небольшой аптечки я выбрал малый открытый подсумок аптечку. Ее вполне достаточно, чтобы разместить там все необходимое. Тем более на страйкболе набор полезных медикаментов весьма скромный, так как в случае какой-то серьезной ситуации лучше всего сразу обратиться к организаторам или профессиональному медику. Для размещения дополнительного боезапаса, запасных гранат и связи мы будем использовать легкий бронежилет Aspis Simplex с подсумками. Дополнительные 4 магазина я разместил на груди в быстрых подсумках. Кстати, до момента, пока эти подсумки не попали ко мне в руки, я относился к ним весьма скептически, думая, что они не держат форму и в них будет сложно запихивать магазины. Конечно, они не такие удобные, как подсумки с пластиковыми боковыми вставками, которыми я привык пользоваться, но плохими их тоже не называть. В передней части подсумка есть пластиковые вставки, благодаря которым подсумок отлично держит форму. Верхняя часть боковин тоже достаточно жесткая. Задняя стенка чуть длиннее, чем передняя, за счет чего магазины извлекать и запихивать обратно в подсумок достаточно просто. С правой стороны я разместил подсумок с дымом. Добраться до него будет немного сложнее, чем до гранатных подсумков на поясе. Но с другой стороны, дымом ты пользуешься реже, и всегда перед его использованием есть некая командная подготовка. Для размещения рации я выбрал подсумок для рации с бесшумной застежкой и вырезом для кнопки ПТТ. Расположение выреза рассчитано таким образом, чтобы рация размещалась экранчиком к телу. Таким образом, в рации, где нельзя отключить подсветку, экранчик не будет выдавать игрока ночью. И меньше шансов, что этот экранчик разобьет случайно прилетевший шар. Лично я тангентой рации обычно не пользуюсь. У меня есть выносная кнопка на палец. Но кому-то этот вырез может показаться полезным. На груди я разместил административный подсумок. В нем находится карта, мультитул и запасные аккумуляторы. То есть именно те вещи, которые могут срочно понадобиться. Кстати, файлик для карты отрывной и формата А4. Это очень удобно, так как большинство организаторов игр распечатывают карты именно на А4. На спине я разместил небольшой штурмовой рюкзак, в который как раз можно положить запасные гранатки, перекус и воду. К сожалению, отсека для гидратора и отверстия для вывода шланга в этом рюкзачке нет. Вообще, я бы предложил производителю доработать эту модель, добавив сюда простой отсек для гидратора, крепление для медузы, клапаны для вывода шланга от питьевой системы и внешние стропы для утяжки рюкзака по объему. В текущем варианте полупустой рюкзак при активных действиях будет болтаться из стороны в сторону. Некритично, но неприятно. Доступ к содержимому рюкзаку мы можем получить только с помощью сокоманника, или сняв и перевернув бронежилет. Как вы успели заметить, в нашем случае в бронежилете расположены полновесные плиты. Мы их разместили просто продемонстрировать, как по задумке производителя должен смотреться бронежилет. Для страйкбола, для облегчения веса можно поставить пластиковые имитации. Хотя по правилам некоторых игр наличие полновесных плит могут дать игровые преимущества. Например, дополнительную жизнь при попадании шара в корпус. На мой вкус у нас получилось собрать весьма неплохой и сбалансированный комплект для выбранных условий. Стоимость комплекта составляет 46 тысяч рублей, что не очень бюджетно для среднестатистического страйкболиста. Но это все-таки корпус выживания, который при производстве использует недешевые материалы и непростой крой. Кстати, впечатления от качества пошива сугубо положительные. Вместо того, чтобы рассказывать, я просто покажу вам несколько крупных планов, чтобы вы сами смогли оценить качество. Расцветка Сурпад это разработка компании корпус выживания. Ткань в расцветке Сурпад производится по заказу корпуса выживания в США. На заводах, которые в том числе делают ткань для армии США. По словам производителя, все используемые в комплекте ткани камуфлируют в приборах ночного видения. И под конец хорошие новости. Специально для зрителей нашего канала, корпус выживания приготовил отличный бонус. Если при покупке снаряжения на сайте корпуса выживания ввести промокод REDARMY, вы получите 15% скидку. Также эта скидка работает при покупке в розничном магазине. Достаточно сказать ключевое слово REDARMY. Адрес сайта и адрес магазина я оставил в описании к этому видео. Кроме того, ссылки на все элементы снаряжения, которые мы использовали в данном видео, я также оставил в описании к этому видео. А у меня на этом все. С вами был Евгений Вич. Называйте поставить уверенный палец вверх, оставить комментарий, подписаться на канал. До скорого!